Маска давно стала привычным атрибутом для пассажиров общественного транспорта. Масочный режим в регионе действует с 1 мая 2020 года. Большинство пассажиров средства индивидуальной защиты носят, говорят, заботятся о своем здоровье и здоровье окружающих. Минимизация рисков распространения коронавирусной инфекции и сейчас одна из первостепенных задач. Если защитной маски у пассажиров нет, его высаживают из общественного транспорта. Если при этом он провоцирует конфликт, упорствует, считает, что ограничительных мер не существует в отношении него, составляют протокол об административном правонарушении. С начала года было выписано 649 протоколов, 51 на прошлой неделе. Затем документы направляют в суд, где назначают штрафы. До 30 тысяч рублей за первый раз, за рецидив 50 тысяч. За вторую неделю весны нарушителей масочного режима стало почти вдвое меньше. Усиленный режим проверок сохраняется. Совместные рейды городские власти проводят с полицией, народными дружинниками и контрольно-ревизионными службами транспортных предприятий. Граждане стали более сознательными. Призываем всех соблюдать масочный режим. Мы видим, что кривая заболеваемости снижается. Наверное, не так быстро, как нам бы этого хотелось. Тем не менее, ношение масок – одна из мер, которая предостерегает наших граждан от заболеваний. Работники автобусных парков, метро и ТТУ, в свою очередь, также делают все, что в их силах, чтобы защитить здоровье пассажиров и сотрудников. Персонал проходит вакцинацию. Кроме того, общественный транспорт перед выездом на маршрут тщательно моют как снаружи, так и внутри. Проводят санобработку. Последнюю процедуру повторяют как на конечных остановках, так и разворотных площадках. Весь транспорт отмывается и обрабатывается специальным составом. Это средство, которое одобрено Роспотребнадзором. Обрабатываются все поверхности, которые соприкасаются с пассажирами. Это поручни, сидения, двери и терминалы. Еще до старта городского месячника по благоустройству транспортники начали проводить субботники, в том числе тщательно очищать подвижной состав после зимы. Около 50% таких работ уже выполнено. Как только на улице потеплеет, работы по наведению чистоты будут усилены, заверил представитель автобусного предприятия, выполняющего перевозки по муниципальному заказу и по муниципальным маршрутам. Несмотря на то, что количество заболевших постепенно снижается в регионе и в областном центре, и отменены QR-коды в общественных местах, масочный режим по рекомендации Роспотребнадзора продолжает действовать в общественных местах, в том числе и в городском пассажирском транспорте. Поэтому ношение защитных средств обязательно и для взрослых, и для детей от начала и до конца поездки. А совместные рейды транспортников, полиции, городской власти по выявлению нарушителей закона продолжатся и впредь. Ежедневными рейдами, как в утренние и вечерние часы пик, так и в межпиковое время охватывают маршрутную сеть во всех районах Самары и, прежде всего, крупные транспортные узлы, через которые следуют два и более вида транспорта. Обращаем внимание пассажиров на то, что при бесконтактной оплате проезда с применением смартфонов и других гаджетов с использованием сервисов Apple Pay, Google Pay, SberPay могут наблюдаться технологические сбои. Таким образом, рекомендуется иметь при себе обычные банковские транспортные социальные карты или наличные деньги. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Вариnicон. Красиво. Скоро. становилосьなく, чем позвол employ. Продолжение следует...